Диспансеризация населения в связи с пандемией была приостановлена на несколько месяцев. Возобновилась она в июле прошлого года, но из-за ремонта в Видновской поликлинике прохождение медосмотров стало затруднительным. Ситуация изменилась после открытия новой поликлиники в поселке Дрожжино, в которой есть все необходимое оборудование. Это и флюорограф, это и маммограф. Здесь еще есть и рентгенаппарат. Но самое главное, это тяжелое оборудование, которое уходит, оно есть на этой базе. С февраля в Южной поликлинике работает отделение профилактики, организованное специально для прохождения диспансеризации. Пройти всех врачей можно в течение двух часов. Это пилотный проект был поставлен правительством нашей Московской области, Андреем Юрьевичем Воробьевым, чтобы жители могли прийти в течение двух часов, чтобы пройти диагностический скрининг на выявление социально значимых заболеваний. Отделение работает ежедневно с 8 до 20 часов. Здесь оборудованы кабинеты для приема пациентов. Медосмотры проводят пять врачей. Записаться на прием можно через портал госуслуг или просто посетить поликлинику в любое удобное время. Так поступила Елена Фадеева. 60-летняя женщина проживает в поселке Новодрожино. Медучреждение расположено недалеко от ее дома. Есть все специалисты, УЗИ, обследование, диагностика хорошая. Поэтому очень удобно за два часа всех врачей прошла. И очень даже комфортно, удобно, отношения хорошие. Диспансеризация – это профилактический поход в медучреждение, для которого не нужны симптомы в качестве причины. Как рассказал врач-офтальмолог Дмитрий Емелькин, главная задача профилактического медосмотра – выявить патологии, о которых пациент, возможно, и не подозревает. Изорубкость очень сильно сейчас прогрессирует в связи с развитием технологий, гаджетов. Поэтому стараемся контролировать, наблюдать и вовремя лечить. По итогам прошлого года в Ленинском городском округе диспансеризацию прошли около 20 тысяч человек. Напомним, что право на бесплатные ежегодные диагностические исследования имеют граждане с 40 лет, а в возрасте от 18 до 39 диспансеризация проводится один раз в три года. Стоит отметить, что после завершения ремонта в Видновской взрослой поликлинике также будет организовано профилактическое отделение, где можно будет пройти обследование. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Все.